Музыка Конец октября. Самарская область. Интернациональная команда спиннингистов ловит на Средней Волге хищную рыбу и тестирует приманки. Первые два дня экспедиции позади. На счету рыболовов несколько щук. Впереди новые поклевки и новые трофеи. Короткие сборы и члены рыболовной команды отправляются за трофеями. Но сначала небольшой обзор новых съедобных приманок, которые сегодня и будут использоваться спиннингистами. Мы приехали сюда, чтобы протестировать новые модяки, новые резины Шторма. Собраны резины, упакованы таким образом в красивых упаковках. И до следующего сезона у нас появляется множество новых расцветок. Главные новинки у нас Joker Shad, скажем. Это резина типа виброхвост. И что тут главное? Ну, во-первых, скажем, материал. Материал у нас очень легкий, плавающий. В моделях Joker Shad есть такой мембран. И с мембраном игра получается более спокойная. А если вот отрезать вот эту мембрану, то тогда игра уже получается более активная. Приманка тогда переваливается с боку на бок больше. Это поэтому очень интересное, потому что тогда рыбак имеет возможности создать вообще разные игры. И вот это Joker Shad, конечно, больше назначен для ловли в запрос. Ну, Joker Verde, как вот название вам может рассказывать, то это назначен для вертикального ловля. Что ж, пора испытать силиконовые новинки. Минут через 15 срабатывает первая приманка – виброхвост. Удачливым оказался Микка. И пусть экземпляр у него не трофейный, начало положено. Почти сразу еще одна поклевка. На этот раз у Яри. На крючке явно что-то покрупнее шнурка. Круто! Да, отличный экземпляр. Несколько фотографий с пятнистой на память, и можно делиться впечатлениями. Отличная щука нам попалась сегодня здесь, на Волге. Тут по-настоящему большие щуки. Очень круто. Я использовал приманку Storm Super Shed. Отличный цвет для такой воды. Вода в Волге чистейшая. Эта расцветка замечательно сработала. Щука что надо. Хорошая схватка вышла. Просто отличная. А теперь самое время узнать, на сколько килограммов потянул улов Яри. Супер! Размер что надо. Упитанная щучка. Когда ловит рядом с тобой, трудно устоять перед соблазном. И не поучаствовать в таком увлекательном процессе. Вот рулевой одной из лодок не выдержал. Взял в руки свободный спиннинг и после нескольких забросов вытащил рыбу. Классный улов. Замечательный. Отличная расцветка. После третьей щуки можно смело говорить. Пошла удача. Подтверждение. Очередная поклевка. Снова у Микка. Щука попалась троптивая. Сражается до последнего. Не сразу заходит в подсак. Вообще прикольно. Ну, как видите, вот эта новая приманка. Соран Джокерверт с офсетным крючком. Замечательная работа. Очень-очень сильная рыба. Хотя бы вода уже прогладная, но щука, тем не менее, очень сильная была. Борьба состоялась очень серьезной. Тут вот глубина около 50 сантиметров. Лопуги здесь везде. И рядом яма. И, как видим, она хорошо там спряталась. Но он не мог бы заметить вот этого нового приманки. Как видите, приманка все еще в нормальном состоянии. Хотя бы щука такая хорошая поймалась. Интересно, сколько весит эта хищница. У нас новые веси Рапала. И, как видите, тут экран такой специальный. Экран черный. Самые цифры там оказаются белыми. Так что даже если светит там солнце, то хорошо видно, сколько там весит рыба. А вот эта 500, так что очень хорошая, достойная у нас щука. Это самая крупная рыба, пойманная участниками экспедиции. Что и говорить, настоящая трофейная красавица щука. Несколько кадров с трофеем. И миг отпускает щуку в родную стихию. После полутора часов в бесклеве спиннингисты приходят к выводу. Пора возвращаться на базу. Тем более программа «Максимум» на сегодня выполнена. Последний день рыболовной экспедиции. По-прежнему пасмурно, ветрено. Температура воздуха плюс 3, не больше. Не самые комфортные условия для ловля. Но команду спиннингистов греет надежда поймать крупную щуку. Тем более вчерашняя рыбалка была результативной. Первым в этот день удача улыбается Микка. Он сделал ставку на новую Стормовскую резину яркой расцветки и не прогадал. К счастью, наша новая силиконовая приманка «Соран Гипнограф» отлично себе порекомендовала. Расцветка «Морковка» отлично себе порекомендовала. И поймали маленький судачок. И сейчас у нас новые шефцы в Рапаловске, с которыми очень удобно. Этот судачок мы поймали в глубине около 16 метров. Поэтому нам вряд ли удастся его отпускать. Но тем не менее улов неплохой. Спустя время у Микка опять клюет. На этот раз на мелководье. И опять на резину того же цвета. Ну вот видите, хорошо глотал. Соран Джокершад. Опять морковка. Видимо, эта расцветка замечательная сейчас работает. Мы сейчас будем свесивать эту рыбу. Посмотрим, насколько она в самом деле тяжелая. Но сначала надо извлечь приманку. С помощью новых удобных щипцов Рапала. Вес вот это около 3 килограмма. Посмотрим. Сколько же получается? 3 килограмма. Поймал? Отпусти. Золотое правило рыболова. После того, как Микка поймал две рыбины на одну и ту же приманку, Александр тоже решил воспользоваться морковкой. И результат не заставляет себя ждать. Лично приманка сегодня великолепно работает. Цвет такой морковный. С такими блесочками. Вот великолепно. Причем работает не только одна модель. А вот можно видеть, что и твистер, и такой у нас есть форма Minnow. Отлично тоже работает. Вот главное с цветом. Как мы определились. И дело пошло на лад. Вот отличная щучка. Прекрасная. Прекрасная щучка. Вот можно посмотреть. Почти 4,5 килограмма. Отличный размер. Великолепная рыба. Красивая. Из холодных вод. Радует. Радует и размером. И силой. И силой. Рассматривая щуку, Александр кое-что замечает. Здесь вот, вы обратите внимание, здесь есть какие-то ранки. Возможно, ее атаковал какой-то более крупный хищник. Так что, можете себе представить, какие здесь есть крокодилы. И мы надеемся, что может быть, конечно, не совсем огромного крокодила, но мы сможем поймать что-то еще большее, еще более мощное, чем эта рыба. Так что, у нас есть еще надежда. К сожалению, этой надежды не суждено было сбыться. Речной монстр так и не попался. Впрочем, спиннингисты все равно довольны. За четыре дня они поймали несколько очень неплохих экземпляров. Что ж, пора возвращаться на берег и подводить итоги. Все хорошее, к сожалению, рано или поздно заканчивается. И вот настало то время, когда уже можно подвести итоги нашей рыбалки. К сожалению, мы смогли попробовать не все, что хотели. И это зависело от той погоды, которая была в течение четырех дней. Дело в том, что после достаточно продолжительных теплых деньков настали холодные дни. Вода резко похолодала. Хищник весь откатился на более глубокие места. Поэтому на мелких местах попадались какие-то маленькие шнурочки, щучки. Мы хотели бы встретиться с большими хищниками. И поэтому не все наши приманки, которые рассчитаны на мелкую воду, смогли себя проявить и поймать рыбу. С другой стороны, очень неплохо у нас получилось протестировать резину. Мой друг Мико может рассказать. Ну, мы, в принципе, очень хорошо рыбачили в глубине техники джиггинг. А также техника с силиконовыми приманками и с повсетными крючками в мелком воде отлично себя порекомендовала. Мы поймали несколько хороших щуп. Хочу заметить, что Мико скромно умалчивает. На самом деле, автором самой крупной щуки как раз является Мико. При этом он поймал ее в том месте, где с мелкой воды с двух метров начинается свал. И используя силиконовую приманку Джокер Верт, оснастив ее оффсетным крючком и используя твичинговую технику проведения приманки, он как раз достиг этого самого лучшего результата за эти четыре дня. Мико, ну, я так думаю, что наша поездка-то, в принципе, удалась. Рыба у нас есть. Отличная атмосфера у нас была. К сожалению, мы смогли попробовать не все приманки. И ты со мной согласишься. Ну, обязательно, да. Летняя рыбалка здесь будет совсем-совсем другая. Другие виды рыб. И, конечно, тоже вот этот замечательный, типичный русский пейзаж мне очень-очень понравился. Так что обязательно вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова